Что-то пошло не так Думаю, там организаторы порвали бы Туда по лестнице, наверное, проще Аня, тебе сейчас пойдут толпы Она уезжает Аня, будь циничней Подарки были перемешаны Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family И сегодня, ребята, я хочу поделиться с вами своими личными впечатлениями От поездки на фестиваль животных в Санкт-Петербурге Pet Shop Days С одной из моих собак Чухуа Софи И рассказать вам заодно, наверное, одну из самых неловких ситуаций в моей жизни за последнее время А если ты впервые тут у нас, подписывайся на канал Ведь на нашем канале самое большое количество разнообразных животных на всем Ютубе С нами всегда интересно И поехали! С самого первого момента, как только мы оказались с Софи в Москве Мы стали встречать поклонников везде На улицах, в кафе, в транспорте Все они подходили, фотографировались, брали автограф Общались, задавали свои вопросы Удивлялись Софишному идеальному поведению Ну, я ему не удивлена Но многие просто не ожидали, что собака может настолько быть послушной И настолько с ней хороший контакт Что она может ходить просто без поводка по городу среди людей Запрыгивать в сумку, как только я ее открываю Выходить из домика, как только я ее открываю И обратно заходить И все очень удивлялись И я даже что-то выкладывала в свой инстаграм И в инстаграм питомцев, если вы еще не в курсе Подписывайтесь на оба инстаграма Потому что там всегда последние новости Но в Москве мы провели немного времени Всего лишь один вечер и одну ночь И даже в этот вечер, когда мы пошли с моими друзьями перекусить Мы встретили там семью с девочкой нашей подписчицы И потом уже на утро мы отправились на поезд в Санкт-Петербург Это был Сапсан, он скорый поезд То есть он идет всего 4 часа Очень быстро Софиша все это время спала в своем домике Даже не выходила И вот мы приехали в Питер И вот здесь началось самое интересное И да, ребят, поставьте лайк этому видео Если вы тоже хотите фан-встречу, как и я И посмотрим, сколько нас И заодно тогда напишите в комментариях, какая у вас погода Я начинаю первое Масальск пасмурно Нас с моей идеальной собакой с Афишей Привезли на фестиваль Pet Shop Days Где должна была быть автограф-сессия Должна была отвечать на вопросы Кое-что рассказать о том, как стать другом со своей собакой Но тут что-то пошло не так, ребята Я читала очень много о том, что там происходило Но сейчас я хочу рассказать, как я это все видела своими глазами И в чем была неловкость всей этой ситуации Начнем с того, что общая аудитория моих каналов Около полутора миллиона На канале с говорящими питомцами В основном, конечно же, дети и юные зрители На этом канале Magic Family Чаще всего именно семьи То есть дети с их родителями На моем личном канале Animagic в основном подростки Но юная аудитория, она действительно самая-самая активная То есть взрослые, они точно так же смотрят Просто они не настолько часто пишут комментарии Ставят лайки или выражают какое-то свое мнение Далее Санкт-Петербург Санкт-Петербург это достаточно большой город Это не маленький какой-то городочек где-нибудь Не поселок, это Санкт-Петербург И я предполагала, что людей действительно будет много Особенно юных зрителей, потому что они именно самые активные Я думаю, и организаторы фестиваля Подшопдейс тоже это предполагали Но не предполагали мы все одного Что мои поклонники, мои мэджики Те, кто пришел повидаться именно со мной Будут настолько активными И вот тут пошла вся неловкость этой ситуации У всех есть животные Это очень круто На сцену, на сцену, на сцену Идем на сцену А, я вам очень хорошо Как-то в этой сессии не выйду Скажем так, с одной стороны, мне было неловко перед организаторами За то, что мои поклонники, мои зрители, мои подписчики Я понимаю, что взрослые, конечно, в этом всем не участвовали Хотя они тоже смотрят каналы Настолько активны Настолько хотели видеть меня, что кричали, скандировали Но, с другой стороны, я их прекрасно понимаю Ведь они очень хотели со мной повидаться Передать свои подарки Получить автограф Задать свои вопросы И поэтому, наверное, они повели себя достаточно невоспитанно Как бы сказали взрослые И мне было неловко, наверное, перед теми людьми Которые точно так же, как и я, пришли туда поделиться своим опытом Там были достаточно известные люди Которые тоже вели лекции Кто-то на сцене, кто-то еще где-то Но из-за того, что мои поклонники кричали, скандировали И просто требовали меня, мое появление Все немножко пошло как-то не так И как бы сейчас это не прозвучало, но мне было неловко больше всех Потому что мне было неловко перед своими подписчиками Мне было неловко перед людьми, которые пришли туда почитать какие-то лекции А тут такое По-моему, все было очень круто Да, действительно, дети повели себя слишком активно И не очень уважительно по отношению к другим участникам фестиваля Но они, видимо, настолько хотели увидеть меня, что просто не могли сдерживать свои эмоции Мы должны же понимать, что это дети Я их не оправдываю, ведь, да, ребят, вы могли бы быть поспокойнее И, возможно, если бы вы были поспокойнее, вот этой всей неловкости ситуации не возникло бы Меня бы не таскали туда-сюда охранники Думаю, там организаторов порвали бы, если бы Аня не пришла Да, по лестнице, наверное, проще будет Либо по лестнице, но это пятый этаж Ань, тебе сейчас пойдут толпы, серьезно Вот один человек, он, наверное, уезжает Аня, будь циничней, кто тебя сейчас порвут О, сейчас песня сонтанец И меня бы не забрали так быстро со сцены И так быстро не увели бы от вас Если бы, возможно, вы были поспокойнее И не создавали вот эту вот толкучку Но при этом я вас прекрасно понимаю И мне было очень обидно, что так получилось Что я не смогла пообщаться с каждым из вас Нормально с вами поговорить Раздать нормально автографы И забрать по-человечески эти подарки Потому что организаторы просто перепугались Что сейчас начнется эта сумасшедшая давка И они будут нести за это ответственность Поэтому они выбрали решение Взять у меня интервью именно на сцене На главной сцене, хотя выступать я должна была Чуть-чуть в другом месте Дать подписчикам задать какие-то вопросы Дать буквально всего лишь несколько минут Нам пофотографироваться и пораздавать мне автографы Именно на сцене И все Они сами собрали ваши подарки Не переживайте Подарки мне передали И подарков было очень-очень много Просто нереальное количество Я всю ночь пыталась в них разобраться Потому что из-за всей этой суеты Все практически перепуталось Подарки были перемешаны И я пыталась в них разобраться Но даже если я не разобралась окончательно В любом случае я сделаю на своем Наверное, канале Анимэджик главном Распаковку этих подарков И покажу, что вы все подарили Но все-таки давайте, ребят, в следующий раз Будем чуть более сдержанными Потому что я понимаю, что вы очень хотели увидеть меня А я очень хотела увидеть вас Но возможно, если бы мы все успокоились Все было бы, все стихло бы То мы могли бы пообщаться гораздо дольше Но в любом случае, я считаю, что все прошло очень круто Да, могло бы быть и круче И мы могли бы дольше общаться И я бы очень хотела Но в любом случае, я надеюсь, у нас еще будет такой шанс Пообщаться без всяких там фестивалей Нормально между собой в своей компании Гордость еще я испытываю из-за свою собаку Софи Которая нервничала, наверное, меньше, чем я И была настолько спокойно, сосредоточена Ну, как бы, в принципе, я этого ожидала От Софиши она именно такая настоящая звезда Я вас всех очень люблю И спасибо вам огромное, что вы пришли Я постараюсь как можно быстрее снять распаковку Всех этих перепутанных подарков на свой канал Анимэджик А вы подписывайтесь на канал моих собак-блогеров На этот канал, на наши соцсети Чтобы быть всегда в курсе И скоро увидимся в новых роликах Спасибо вам, что вы были с нами Пока!